борь давай про выхлоп рассказывать торговать они с дырками куда ты торговать их собрался всем привет настало время рассказать что к чему и как вообще все это устроено как хорошо делать как нехорошо делать погнали ну начнем наверное с азов сварка мы используем в нашем ремесле тик сварку она дословно переводится то танкстен инерт газ что в переводе танкстен это вольфрам мы используем вольфрамовый электрод и инертный газ он же аргон то есть сварка происходит среди инертного газа для чего это вообще нужно для чего нужен аргон почему нужен поддув сейчас я вам расскажу мы имеем нержавеющую сталь она в своем составе имеет хром так вот когда мы разжигаем дугу между электродом и свариваемой деталью наш хром он выгорает и чтобы компенсировать отсутствие этого хрома ну выгорание хром мы добавляем присадку то есть это прутки той же марки стали или выше добавляя присадку мы пополняем запасы хрома тем самым оставляем сварной шов между двумя деталями таком же составе материала как и сами детали для чего нужен поддув здесь передо мной две детальки 1 сварена без поддувом 1 сварена с поддувом снаружи отличие вообще никакого потому что что с одной стороны что с другой стороны при сварке мы использовали продувку газом снаружи то есть шов снаружи хорош ровненький но изнутри изнутри с одной стороны не было поддувы и металл который не защищен он выгорел то есть нагретый металл вступил в реакцию с кислородом окислился и разрушился соответственно нашу деталь с двух сторон шов держит только сверху если мы берем деталь с поддувом то у нас шов как сверху так и изнутри он одинаковый провар стопроцентный и соответственно шов держит две детали как снаружи так и изнутри то есть это одно целое на разрыв эти две детали покажут разные результаты вот это не прочно это прочно поддув естественно аргоном тот же газ что ли сверху тот и снаружи так поехали дальше про эту фигню если же вы принимаете работу там сделали какую-то деталь ну попросили сделать кого-то обязательно посмотрите внутрь и убедитесь что деталька сварена по технологии если да то она прослужит долго если нет то будут трещины к нам много обращения уже было с подобными случаями то есть деталь ходит год и потом банально швы трескаются начинает сечь выхлоп в общем ситуация нехорошая и как правило переделать это стоит наверно дороже чем изготовить к слову о ценообразовании можно добавить что газ он стоит денег данный момент хорошего качества газ аргон в че не выше частоты стоит примерно 2300 рублей за баллон как правило на катбэк уходит два баллона газа соответственно с поддувом уходит газа больше это дороже и тут ну не на работах дороже а все-таки используемый материал забирает часть денег с общей стоимости многие не используют поддув ради экономической составляющей что в корне мы не поддерживаем абсолютно весь выхлоп от там любого фланца до насадки даже насадки мы привариваем с поддувом чтобы все было прочно и не отваливалась на моей памяти встречал я машины сторонних дельцов так сказать у которых насадки просто отваливались на ходу ладно если это случилось где-то в пустом месте там в поле бог с ним если это случится в городе на большой скорости ну представьте если там вот такая вот штуковина отлетит куда-нибудь в лобовое стекло автомобиль что или еще хуже там пешехода в общем неприятные ситуации бывают так что варите с поддувом или если делаете где-то в других местах то контролируйте этот процесс это важно ну а швах мы в основном предлагаем шлифованный вариант потому что по просьбам клиентов ну и в целом шлифуем для придания товарного вида ориентируемся на запад там так делают вот но также мы можем это не делать не шлифовать и отдать вам выхлоп с первозданными швами фиолетовыми золотыми розовыми такими вот радужного цвета кому как нравится что вообще может удорожать выхлопную систему то есть увеличивать ее стоимость это не работа работа в среднем по москве московской области стоит одинаковых денег как бы никто не завышает ценник не демпингует стараемся своей этой сварочной кастой держать средний ценник адекватный но компоненты все зависит от компонентов потому что наверное половина стоимости выхлопа это компоненты из которых он состоит ну начнем предположим мы используем для соединения своей выхлопной системы исключительно v-band соединение из нержавеющей стали быстросъемные нюансы в этих детальках маленьких тоже есть допустим допустим мы используем v-band у которых есть паски которые не позволяют проходить выхлопу сквозь это соединение даже если она немного деформировалась плюс ко всему центровка очень удобно и плюс вообще такого соединения в том что мы в два щелчка можем разобрать всю систему они мучатся разбирать эти слепоны которые прикипают ржавеют но если мы говорим о штатных соединениях или соединения где используется черный металл выхлопной системе мы работаем только с нержавейкой разбор этой детали осуществляется открутили одну гаечку откинули щеколду детали разобралась быстро удобно легко плюс ко всему ее можно покрутить вокруг своей оси если надо что-то подрегулировать но это уже монтажные издержки в принципе регулировать готовый выхлоп не придется мы обычно стараемся необычно всегда стараемся сделать так чтобы на насадке стояли в допуске один миллиметр расхождение потому что да там микро наверное это просто невозможно с v-band разобрались компоненты сами компоненты есть вот у нас тут образцы компонентов с которыми мы работаем специально попросили ребят вырезать нам на лазере чтобы вы увидели что за набивка внутри как вообще это все устроено начнем с простейшего резонатора это 120 миллиметров в диаметре 140 простите 140 миллиметров в диаметре 280 миллиметров длиной что мы имеем внутри внутри мы имеем перфорированную трубу которая обмотана нержавеющей ватой причем довольно жирный слой без пропусков почему намотана много и очень тщательно если пропустить какой-то участочек даже небольшой то через этот через этот пропуск будет проходить выхлопные газы и банально сожгут нам не то что сожгут а испортят сплавят нам всю набивку резонатор станет пустым и в скором времени зазвенит мы это все дело контролируем с этими ребятами мы работаем очень давно и нареканий пока нет даже на автомобилях с 600 плюс лошадиных сил то есть это держит год-два больше пока нареканий не было пока мы не не меняли компоненты хотя вот у нас недавний случай был приехал автомобиль а далеко ходить не надо гранд чироки стоит у нас в работе выхлоп был сделан сторонней организации чуть больше года назад но автомобиль за это время проехал меньше десяти тысяч километров резонаторы выдуло они просто пустые зазвенели глушители выдуло опять же пустые зазвенели звук извинил изменился просто начал трещать звенеть пердеть в общем звук неприятный будем переделывать полностью систему от фланцев до насадок но это другая история далее у нас одна очереди глушитель с геометрией который предусматривает установку заслонки и позволяет нам реализовать два режима громкости на нашей выхлопной системе его строение громкая часть это труба которая просто прямая от заслонки до насадки то есть соответственно когда у нас заслонка открыта все газы у нас проходят через эту трубу и выходят в насадку с громким звуком стреляет орет грудит в общем все как надо если мы не хотим будить наших соседей или пугать прохожих мы закрываем эту заслонку и через вот это отверстие во вход заслонки газа попадают в камерную часть этого глушителя здесь в этой банке собран лабиринт из нескольких перфорированных труб соответственно газы проходят через этот лабиринт через несколько камер и попадают через перфорированную трубу в нашу прямоточную часть часть уже после заслонки и все выходит в насадку стоковом звучание в тишине вот еще хотел отметить один момент эти банки вообще в целом компоненты не важно будь то резонатор будь то глушитель с геометрией или просто обычный глушитель неважно с камеры или прямоточный используется миллиметровая сталь на корпусе и полутора миллиметровая сталь на торцах этой банки в чем плюс прослужит дольше вся конструкция прочнее не будет никаких деформаций и плюс еще она гасит высокие частоты не пропускает за счет своей толщины то есть плюс такой значительный но опять же толщина больше цена выше но за это на самом деле стоит платить потому что в случае если банка прогорает или деформируется разваливается внутри приходится поменять этот компонент а это зачастую дороже чем переплата за наши компоненты далее далее мы имеем глушитель с камерой то есть это обычный глушитель который используется в системе без регулировки громкости банально нам нужен продуктивный но более производительный штатный звук и вот эта банка нам поможет его реализовать конструктив какой у нас есть скажем в этой банке три камеры 1 набитая через перфорированную трубу 1 пустая и еще одна уже на выходе тоже перфорированная труба выводит как бы газы и глушит газы через набитую камеру то есть выхлоп проходит через такой зигзаг глушится и на выходе мы получаем стоковый звук также миллиметр полтора донцы внутри тоже полтора торцы внутри тоже полтора миллиметра негорючая набивка шерсть довольно жирно намотанная в общем такая банк тоже будет служить очень долго ну и опять же повторюсь она не намного но дороже своих конкурентов но зато она работает долго счастлива и не придется ее менять там через год-два все можно рассказать счет тоже еще один нюанс в нашей работе при изготовлении выхлопных систем там doom pipe вообще в принципе при сварке металл имеет свойство деформироваться на примере этого doom pipe я вам сейчас покажу с чем мы сталкиваемся вообще вот мы имеем doom pipe у него есть два фланца они абсолютно новые они вырезаны на гидроабразиве 10 миллиметров толщина когда мы привариваем его уже к от макетированные детали металл остывая натягивается и фланец у нас выгибается соответственно просто взять и установить его мы не можем потому что у нас ну банально будет пропускать это соединение мы берем шлифовальный станок подходим к шлифовальному станку и очень долго и муторно шлифуем каждый фланец до идеальной поверхности чтобы прилегание фланца к прокладке а прокладки к там турбине или к головке блок цилиндров если мы говорим о коллекторе было стопроцентная такая процедура отнимает очень много времени и многие на это забивают у кого-то прокатывает у кого-то нет но опять же время стоит денег соответственно деталь может стоить немножко дороже чем у конкурентов но не просто так как вы видите учат школе учат школе учат школе но и отдельно хотелось отметить гарантийные обязательства мы даем гарантию на весь срок эксплуатации вами вашего автомобиля с нашими системами на компоненты нашего сорт производитель дает гарантию три года я думаю тут они немного перестраховались потому что с ними мы работаем очень давно и обращение гарантийных попросту не было и еще один из плюсов по сравнению с готовыми покупными системами является то что мы можем корректировать нашу выхлопную систему относительно вашего технического задания предположим вы просите определенный звук определенный какой-то тембр характер звука мы принимаем эту информацию исходя из этого изготовлен компонента выбираем сечение трубы конфиг собираем и выстраиваем систему вы забираете автомобиль уезжайте катаетесь если все окей окей наслаждаетесь катаетесь если есть какие-то вопросы или нарекания вы в любой момент можете позвонить и сказать ребят слишком громко мы добавим компонент сделаем чуть потише работа будет абсолютно бесплатно лишь только добавится стоимость самого компонента либо если вы звоните игрите ребят слишком тихо мы можем заменить какой-либо компонент либо убрать его вовсе например резонатор и будет громче агрессивней и таким образом мы можем прийти к общему знаменателю и человек останется доволен на все сто процентов основные моменты я постарался вам рассказать относительно сжато но если у вас есть какие-то вопросы задавайте пишите с удовольствием снимем ролик с ответами на эти вопросы и расскажем все что знаем не переключайтесь так вот ну 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 ну